О жизни, недетских мыслях, надеждах и чувствах, какую только литературу не выбирают для себя юные брещане. Несмотря на возраст, эти молодые люди уже сформировали свой литературный вкус и с удовольствием делятся предпочтениями со сверстниками. Это показал городской конкурс «Эссе. Книга в моей жизни», которую специалисты Российского Центра науки и культуры проводили на протяжении декабря 2020-го. Вот эти работы как раз-таки говорили о том, насколько важна книга в нашей жизни сегодня, как она воспитывает в нас не только нравственные духовные ценности, но и в целом сущность человека, его мировоззрение, его подход к жизни, к отношению к другим людям, что на самом деле книга очень важна. И, знаете, было приятно читать, также соотносить к себе, да, юный какой-то и молодой. Ребята писали о том, что вот сама атмосфера, когда ты открываешь новую книгу, когда ты чувствуешь запах еще вот типографской краски, когда ты чувствуешь вот этот хруст страниц. То есть, на самом деле, ребята, не просто это была отписка какая-то, эта работа, да, работа эссе, а ребята понимали, о чем они пишут. Авторы лучших эссе стали участниками торжественного приема в Росцентре. У главной новогодней красавицы, пушистой ели, ребята получили свои заслуженные подарки. Для пятиклассника Димы Стельмашука звание лауреата Гран-при было неожиданным, но особенно приятным. В работе над эссе юношу поддержала учитель русского языка и литературы, которая творческие способности своего ученика оценила давно. Я знала, что у Димы все получится, потому что у него успешно получается как устное выступление у доски, так и письменная работа. Причем работа неповторима, одна на одну не похожа. Дима удивляет с каждым новым сочинением. И вы знаете, я даже с нетерпением жду, чтобы задать сочинение, зная, что Дима обязательно с ним справится. Мне очень понравилось то, что я писала о дедушке, потому что это было мне очень дорого, мне он очень нравился, он читал первые мои книги, и я его очень любила. Для этих начинающих авторов конкурс стал хорошей площадкой для того, чтобы заявить о себе, рассказать о творческих способностях, а также своего рода за делом на будущее. Открыв в себе талант эссеиста, кто-то из ребят обязательно продолжит развивать это хобби и впоследствии сможет сделать его своей профессией.